В эфире новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! Я приветствую всех, кто собрался у экрана для того, чтобы узнать основные события выпуска. Недолгий путь от наркотиков до скамьи подсудимых. В Махачкале перед судом предстанет сбытчица от сильнодействующих фармацевтических препаратов. Взрослая халатность или ребячество подростков. Накануне в результате ДТП в Новолагском районе пострадали 4 человека в возрасте от 15 до 17 лет. Родину измерят в гигабайтах. Росреестр намерен создать полную цифровую базу земли и недвижимости в стране. Что даст это Дагестану, смотрите в выпуске. Надо на самом деле порядок наводить землей в Дагестане. Потому что в Дагестане земли огромное количество, но она не увлечена в хозяйственный оборот. Она не работает, эта земля. Махачкалинцы стали больше сидеть в интернете. С начала этого года жители столицы прокачали более 30 петабайт интернета со своих мобильных устройств. В Махачкале перед судом предстанет сбытчица от ромодола и пригабалина. Это сильнодействующие фармацевтические препараты, запрещенные к свободному обороту. В ходе проверочной закупки и обследования квартиры гражданки в доме были обнаружены более 3,5 тысяч капсул и таблеток, упакованных блистеры. 39-летняя жительница столицы приобрела партию лекарственных препаратов в интернете за 400 тысяч рублей. При этом не имела специального сертификата специалиста, соответствующие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, а также рецептов врача. Накануне в результате ДТП в Новолагском районе пострадали 4 подростка. Около полуночи на 14-м километре автодороги Хасавюр-Новолагская 17-летний местный житель, без прав в силу возраста, находясь за рулем автомобиля ВАЗ, не справился с управлением и съехал с дороги на обочину встречного направления и врезался в дерево, после чего он и его трое несовершеннолетних пассажиров возраста 15, 16 и 17 лет с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. И к другим темам. Родину измерят в гигабайтах. Росреестр намерен создать полную цифровую базу земли и недвижимости в стране. Наша республика стала одним из пилотных регионов, где будет введена цифровая платформа «Национальная система пространственных данных». Поспособствует ли программа развитию нашей республики, обсуждали на очередном совещании под руководством главы Дагестана. Подробности у Патимат Ханаповой. Земли в Дагестане много, но эффективно они используются не всегда. Решить эту проблему можно будет благодаря внедрению в федеральную программу. Это своего рода цифровая модель поверхности России. В ней будет вся информация о том, кому принадлежит тот или иной участок, где проходят его границы и какой вид разрешенного использования имеет объект. Сергей Олегович абсолютно прав, что по сути на полных и точных данных, которые вносятся и в Единый государственный реестр недвижимости и формируются в системе, национальной системе пространственных данных, можно принимать все управленческие решения. Решения по предоставлению земли, решения по установлению той или иной зоны, решения по развитию туризма, решения по развитию инфраструктуры. Реализация федеральной программы позволит объединить и структурировать информацию, обеспечить обмен данными между госорганами, гражданами и бизнесом. Сделать это можно будет в режиме одного окна. Отсутствие полных и достоверных сведений о земле и недвижимости зачастую тормозит развитие регионов. Нас инвестор приходил в позапрошлом году с 10 миллиардами вложений в посадку овощей открытого грунта. Тоже, по-моему, в Дербенский район? Да, в Дербенский район. Пришел, посмотрел, 300 гектар мы ему обещали выделить. Постоял полгода над этими 300 гектарами, развернулся и ушел в Кабаринбалкарию. В течение месяца получил там соответствующий имение участок и теперь его инвестиции, теперь эти 10 миллиардов вложены в Габардино-Балкарскую республику. Не придет инвестор, пока ему не покажем, что мы гарантированно выделяем земельный участок. Речь не сколько о ревизии, а о внимательном отношении к имеющимся ресурсам. В ходе проверки будут выявлены используемые ненадлежащим образом земельные участки. Их и предстоит вовлечь в хозяйственный оборот, заключил Меликов. Надо на самом деле порядок наводить с землей в Дагестане. Потому что в Дагестане земли огромное количество, но она не вовлечена в хозяйственный оборот. Она не работает, эта земля. Работа уже начата, пока проходит стадия анкетирования. Физическое исследование территорий и их границ начнется в следующем году. Как сейчас продвигается реализация проекта, подробнее рассказал и министр по земельным и имущественным отношениям Дагестана. Достаточно проблемой для республики. Продолжает оставаться ситуация с внесением границ населенных пунктов. Здесь у нас из 1632 населенных пунктов ЕГРН на сегодня внесены 161 границы. Аналогичная ситуация с внесением территориальных зон и утверждением документов территориального планирования. В ЕГРН нанесены сведения только в 18 территориальных зонах из более чем 3900, что составляет менее 1%. Пока проект реализуется только в 20 субъектах. К 2030 году программа будет действовать по всей стране. Контролирует ее лично премьер-министр России Михаил Мишустин. У нас же в регионе работу будет курировать глава Дагестана Сергей Меликов. Батимат Ханапова, Лариана Шумхалаева, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. Жители Махачкалы стали больше пользоваться всемирной сетью интернет. С начала этого года горожане прокачали более 30 петабайт интернета со своих мобильных устройств, что можно сравнить с двумя тысячами лет непрерывного просмотра видео онлайн. Подобная статистика выше предыдущей на целых 18%. Также с помощью анализа обезличенных данных, проведенного специалистами Мегафона, было установлено, что средний показатель по Махачкале составляет около 19 гигабайт в месяц на одного пользователя. Большая часть интернетного трафика приходится на смартфоны, на втором месте USB-модемы и на третьем – планшетные компьютеры. Взрастить востребованных специалистов. Махачкалинские школьники начнут тесно взаимодействовать с молодыми бизнесменами страны. Мэрия города внедряет пилотный образовательный проект совместно с командой молодых предпринимателей, авторов игры кейса «Проектово. Город предпринимательских идей». По словам заместителя мэра Эмилии Раджабовой, проект станет регулярным и многоуровневым, с постоянной поддержкой наставниками школьников. Успешные профессионалы бизнеса помогут юным умам даже запустить собственный стартап. Идея проекта, как пояснили в мэрии, приурочена в годы педагога и наставника. Следующий год объявлен президентом нашей страны годом педагога и наставника. Вы решили запустить пилотно-образовательный проект совместно с командой молодых предпринимателей. Этот проект поможет показать максимальному количеству людей реальную значимость института наставничества в жизни школьников. Это профориентация в лучшем виде. Растить людей, которые становятся востребованными специалистами и лидерами, успешными предпринимателями. Мы приехали к вам в этот раз с предпринимательской игрой проекта, с коллегами. Мы в городе Санкт-Петербурге разработали ее этим летом. Целью стало развитие молодежного предпринимательства в городе и республике. Я уверена, что мы еще вернемся и поработаем. И мне кажется, что подтверждение этому уже первые результаты и обратная связь от самих ребят. Всегда важно слышать обратную связь от тех, с кем ты это делаешь. И мы безумно вдохновлены, восхищены тем, какие у вас здесь живут люди. Потому что, честно сказать, хоть и мы все еще молоды, но мы повидали за последние годы очень-очень многое. И вашими детьми, вашими ребятами очень восхитились. Махачкалинскими детьми, махачкалинскими школьниками. Мы очень вдохновлены и восхищены. И мне кажется, у нас это произошло очень обоюдно. Они тоже нам принесли самую положительную обратную связь в этот раз. За два дня мы побоевали в двух гимназиях. Это 38-я гимназия. Сегодня были в 13-й. Увидели уже порядка 40 проектов идей для стартапов. И я скажу вам так, одна-вторая из этих уже абсолютно завтра может начать свою работу и принести первую прибыль. А в махачкалинских школах пройдет фестиваль педагогического мастерства «Портпетровские уроки». Участниками фестиваля станут абсолютные победители и лауреаты Всероссийского конкурса «Учитель года России разных лет». Они проведут мастер-классы для учителей, студентов педагогических колледжей и вузов республики, а также для учащихся психолого-педагогических классов города. Стартует мероприятие 14 октября и продлится два дня. В завершении фестиваля состоится круглый стол, педагогический совет с мэром города. И о спорте. Садат Долгатова поедет в Краснодар за восьмым золотом чемпионата России по боксу. Соревнование в столице Кубани стартует 16 октября и продлится неделю. Воспитанница дагестанской школы бокса ранее становилась первой на этих соревнованиях в течение нескольких лет. По количеству побед на чемпионатах страны Долгатова одна из самых титулованных. Помимо нее в предстоящем турнире в Краснодаре выступят еще трое дагестанских спортсменок. Всего же участницами спортивного события станут более 200 мастеров кожаной перчатки из 50 регионов. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова